Доброго утра и хорошего настроения желаю всем, кто просыпается вместе с телеканалом Югра. Сегодня я хочу рассказать о мультфильме «Семейка Бигфутов». Мультик рассказывает об одной очень необычной семье. Глава семьи обратился к Бигфута, снежного человека. Его сын Адам обладает уникальной возможностью разговаривать с животными, чем весьма активно и пользуется. Да и вообще, вместе с ними и мамой под одной крышей проживает семейка енотов, дикий медведь и одна очень подвижная белочка. Но однажды наступает момент, когда суперспособности нужно применить во имя благой цели, а именно отправиться на Аляску, спасти уникальный заповедник и защитить природу ее обитателей. «Семейка Бигфутов» в сиквел анимационного хита «Стань легендой Бигфут-младший». Надо отдать должное бельгийско-французской команде аниматоров. Мультик хоть и не собрал кассу, но получился очень качественным и правильным, и своего зрителя нашел. Спустя три года, что вполне закономерно, обзавелся продолжение. И если первая часть была больше посвящена отношениям отца и сына, и по большей части проходила в рамках одной семьи, одного дома, то в продолжении основная идея заключается в том, что дом – это не столько место, сколько природа в целом. Как мне кажется, продолжение получилось более взрослым и осмысленным. Как и во множестве похожих проектов, «Семейка Бигфутов» сочетает сюжетное напряжение с юмором и не позволяет повествованию стать мрачным или трагичным. Несмотря на все вышеперечисленное, основная целевая аудитория осталась такой же – дети. И тут создатели пошли на небольшую хитрость. Чтобы увлечь самого юного зрителя, больше экранного времени уделили говорящим енотам, волкам и прочей фауне. Критики сравнивают Бигфутов с работами студии «Дисней» и «Пиксар», упрекая первых недостаточно смешных шутках, непроработанном сюжете, слабых персонажах и некачественной прорисовке. Я с этим абсолютно не согласен. График и анимации фильмы достаточно хороши, чтобы в глаза не бросались их недостатки в сравнении с нынешними детищами ведущих голливудских мультгигантов. Разумеется, от ускушенного зрителя эти недостатки не скроются. Но ленты нарисованы не для того, чтобы соревноваться с кем-то, а для своих зрителей, для малышей. И со своей задачей она вполне справляется. А сейчас я предлагаю вам ознакомиться с трейлерами фильмов, которые стартуют сегодня в югорском кинопрокате. Это комедия «Гудбай, Америка», драма «Китобой», боевик «Честный вор», ужасы «Первая ведьма» и мультфильм «Гномы в деле». Что же мы за люди-то такие? Мы из России уехали, а она из нас нет. НИВАНС Чтобы вернуть все, как было, мне нужно твое чистосердечное признание. Пять, четыре, три, два, один. Готов признаться? В нашем стиле сработали. Вжуха и готова. Помогать другим – это наше призвание. Мы же гномы. Мы единственные, кто может спасти кондитерскую. Отлично! Вот же упрямый осел. Не смейте! Заводите пуколёт! Гномы в деле. Если вы не согласны со мной, хотите обсудить новые фильмы, оставляйте свои сообщения на страницах программы «Семи до десяти» в социальных сетях. Всем приятного просмотра и берегите природу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова